Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько зарабатывают те, что ежедневно приносят в ваш дом? Телефоны, планшет, информацию, новости и аналитические выкладки. Сколько стоит труд журналистов, чей ежедневный график не нормирован? Для кого такие слова, как дедлайн, синхрон и раскадровка – обычные будни? Как ни странно, об этом решил написать сам журналист, но не в виде статьи о форме главного конкурента любого журналистского произведения. В блогерском посте на платформе Ювижн. По данным Максима Стадниченко, начинающая коллопера в месяц может рассчитывать на оплату в 50-70 тысяч тенге. Для более достойной оплаты нужен опыт. Примерно через год трудового стажа заработок возрастет. Через 2-3 года, при условии, что вы проявите себя и заработаете хоть какое-то имя, а также освоите конвергентную журналистику, то есть когда один человек пишет, фотографирует и монтирует видеоролики, зарплата подскочит в несколько раз. Но и это далеко не предел. Можно работать параллельно на несколько изданий. Но учтите, это далеко не везде и не всегда приветствуется. Особенно, если информация дублируется. Следом, автор поста предлагает свой взгляд на то, почему журналисты идут работать в гос.СМИ или независимые издания. Объективно, блогер-журналист нашел везде свои плюсы, позиция получилась аргументированной. В государственных СМИ, буду откровенен, вам много не заплатят, зато дадут необходимые опыты и возможность заявить о себе на творческих конкурсах госпремиях. Что касается частников, тут практически нет госзаказа, а потому выживать приходится только за счет творческого поиска, расследований и скандальных острых тем. Минус частников в том, что они в любой момент могут ликвидироваться из-за упадка рейтинга и оттока рекламодателей. Тем временем в сети уже появилась новость о том, что президент страны подписал указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу. Принят вариант с апострофами, который широко обсуждался в обществе и среди экспертов. Но если честно, на новом алфавите удобно писать, он интуитивно понятный, если хотя бы 15 минут в таблицу посмотреть. И вот про постоянную необходимость менять раскладку я не очень понял. На английской и так ведь есть апостроф. Isn't it? Внедрение и от нас тоже зависит не только госслужащих работа. Я с удовольствием поддерживаю инициативу. Будем учиться, развиваться. До 2025 года точно успеем переучиться и привыкнуть. Ничего страшного нет. Хватит уже ныть и думать о сиюминутном. Вместе возьмемся, и все будет жахсе. Еще один пост о работе от завсегдата «Ювижн» «Ред Сан». Девушка сменила офис на свободный график, коллег на гаджеты, так как автор работает в сфере СММ-продвижения. В общем, о всех плюсах и минусах работы лично на себя в посте. С каждым из моих офисных начальников у меня были разговоры на тему «Почему ты не работаешь?». Проблема в том, что СММ не включает в себя постоянную и непрекращаемую работу. Здесь нет потребности в том, чтобы что-то делать постоянно с 9 до 18.00. В конечном итоге со мной соглашались, довешивали на меня дополнительную работу и успокаивались. Сейчас же мне не нужно залипать перед монитором впустую, если текущие задачи выполнены, а ближайшие запланированы. Теперь я трачу время с пользой, будь то стирка, уборка или готовка. В любом случае, все свободное время не тратится. Комментаторы же на проблему выбора посмотрели со своей стороны. Девушки с позиции «не наденешь много платьев», мужчины с позиции собственного опыта. В общем, надо сказать, что комментарии к этому посту тоже будут полезны тем, кто стоит перед выбором – уйти или остаться в офисе. Фрилансила лет пять назад. До сих пор вспоминаю то время с удовольствием. Самый главный минус фриланса – отсутствие стажа. Один из минусов – что не оденешь на работу сегодня одно, а завтра другое платьишко. Отличная статья, спасибо. Думается мне, что фриланс для организованных и дисциплинированных людей, способных правильно распределить рабочее время. Умела заниматься саморазвитием, домашними делами и прочим. Я вот когда дома сижу, сначала вся в делах и заботах, а через недельку перевоплощаюсь. В современном Казахстане двери открыты везде и в офисах, и для личного развития, как бизнесмена или фрилансера. Тренд на дауншифтинг – тоже двигатель экономики. Ведь с ростом экономически активного населения грядет и общий рост экономики. Потому что ничто не может быть увлекательнее, чем развивать собственный, пусть маленький, но бизнес. Если вам есть, что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова